и снова здравствуйте всем привет и так в этом ролике хотелось бы рассмотреть типаж из мультфильма это значит будет джек холланд мультфильм называется морской монстр здесь значит охота идет на монстров давно и сюжет прикольный рекомендую поглядеть значит фирма netflix прикольный снимает мультфильмы ну и вот такой вот персонаж полностью делать возможно потом когда нибудь сделаем но сейчас давайте рассмотрим именно типаж лица вот этого персонажа как это все дело лепится и так болванку я буду лепить в любимой моей проге скульпции с альфа 6 значит буду использовать болванку именно the brush импортируем сюда значит болванку можно опять же лепить полностью со сферы я это уже в роликах много раз показывал если кому интересно ссылку оставлю в описании как именно делать персонажа с ноля но это уходит много времени лучше использовать вот такие разные болванки болванку можно повторюсь скачать в программе скульпты с альфа 6 это у них идут в проге идет заготовка там очень много таких болванок и по животным и по персонажке именно по густам погнали следом что нам понадобится нам подгрузить сюда реф реф я взял значит скриншот сделал с мультфильма вот такой вот персонаж вот такая болванка лучше использовать конечно всегда как анфас вот такие такой внешний вид значит боковой персонажа давайте сразу рассмотрим что у него тут есть так это что у нас тут так рисовалка потолще поставлю какой-нибудь цвет этакий так что мы имеем имеем горбатый нос маленькие глаза так бровные дуги ровные лоб прямой широкий губы маленькие подбородок острый овал запоминаем и смотрим сразу вот эту скулу вот эту часть как она называется вот и значите вот это дело примечаем на каком расстоянии идет деление персонажа вот здесь идут у нас значит губы здесь идет челюсть получается чтобы приметить ну зрительно вот здесь больше здесь вообще маленькая часть здесь от носа самая большая часть выходит ну и лоб в принципе должен соответствовать вот этой нижней челюсти ну все погнали значит удаляем нарисованное и погнали все это дело лепить когда все примечено уже все понятно выбираем значит нашу болванку выбираем флатом ставим на асимметрию окей и потихоньку это дело все надо выгладить болванка вот этого the brush она очень правильная и когда вы начинаете лепить любого персонажа то в принципе он получается без проблем потому что соблюдены здесь пропорции если вы будете лепить со сферы то вам сначала нужно приблизительно хотя бы сделать вот такого вот персонажа это есть обрубок как в обрубку как вот так значит все это дело выглаживаем флат он хорошо справляется вот такими деталями здесь вообще флатом работает бомбовски принципе если бы в забрать работал бы точно так же флатом я очень часто им работаю во многих моделях он не нужен и в забрать я не подстроюсь как его там настроить чтобы он адекватно работал кисточку принципе можно отдельно скачать более такую настроенную когда есть купить альфа шестая в принципе я на этом деле не заморачивая скульптис альфа шестая она точно считай то же самое что забрать вот схожая по скульпту ну а функционал в принципе ей большой не нужен именно для болванок опять же повторюсь для болванок это хорошая программа даже скульптис блендер я считаю что он ну чуть-чуть ну тоже чуть-чуть а для меня очень тяжеловат потому что там нужно постоянно контролировать сетку и меня это просто тупо добивает я не могу просто смело что-то тянуть потому что я знаю что где-то сейчас что-то там скаканет где-то будут какие-то перебори что-то будет гадко и потом смотрели будет геморрой но это лично мое впечатление после того сколько раз я пробовал лепить именно в блендер так все выложено все подготовлено и погнали shift правая кнопка мыши ставим вот такое положение это делаем теперь мы вытянем челюсть пониже нам понадобится поставить детализацию побольше увеличить нос вывести вперед вот что-то получается вот такое теперь надуваем нос побольше увидите здесь толстый так нос даже еще он должен занимать большую часть значит от модели следом нам поможет крис и тут два путя делать сразу под открытый рот или потом просто выброс отделить челюсть значит так рисуем нос и отбиваем эту часть под губы теперь что у нас происходит у нас должна получиться эта губа верхняя вытянутая острая здесь должен создаться давай как я нарисую по зубам вот такой вот полукруг вот мы его теперь должны сформировать чуть-чуть и что еще мы тут замечаем на картинке то что вот это вот видите нос здесь у него впадина и вот эта губа она острая здесь у него значит идет как бы припухлостно такая более надутая часть нижняя губа и вмятина вот это под нижней губой отделяется у нас вот эту челюсть давайте все это дело повторим выбираем драйв проводим значит кисточкой рисуем вот такую штуку следом можно использовать крис и сделать побольше подрезку носа чтобы вот эта часть у нас получилось вот таким вот образом вот сейчас я вам нарисую вот такая штука должна получить так следом что нам нужно следом нам нужно отбить вот эту нижнюю губу отбиваем ее используя крис и смотрим чтобы у нас губа вот эта нижняя не придавливалась вот ну как тоже была полукругом и она вперед так смотрит получается губа вот верхняя чуть-чуть значит задрана вот так ну а нижняя смотрит вот таким вот образом так теперь по нижней челюсти это слишком челюсть маленькая мы ее увеличим так челюсть должна быть округлая здесь мы используем плату и потихоньку все это дело округлим получается вот такая у нас заготовка значит теперь губы приподнимаем чуть повыше следующий этап у нас идет так вот под глазами части ctrl z ставим клэй и значит набрасываем массу в основном значит тут в этой части идет вот такой треугольник от носа здесь вот так как бы он уходит потому что здесь уже глазная спадина и здесь уже будет века и вся заморочка вся заморочка складывается на отбиве вот этой шкулы и отбива вот этой мышцы вот такая получается также здесь идет телесная мышца ну а над ртом здесь в основном что получается губа нижняя какие-то мышцы да вот мешочки вот эти здесь нам поможет опять же флотом здесь мы все придаем чуть-чуть подадим нос значит к верху вот когда мы рисуем когда мы вытягивали сетка изменилась потому что она она делалась без детализации когда вы ставите детализацию допустим то вы рисуете и сетка потом в этой области полностью меняется так погнали дальше докидаем массы на нос выведем нос да и побольше его форму носа прибавим теперь приподнимем все это дело и нос прям по максимуму увеличим теперь подправим скулы сделаем надутые вот именно под глазами вот эта часть у него хорошо выявлено так что еще и припухлость вот в этой области в области значит самой челюсти следом опускаем бровные дуги так смотрим боковой рев ну в принципе здесь все совпало немного корректировки потом по губам и челюсть наверное чуть-чуть еще вперед вывести выбираем теперь кисточку drive можно клей отключить и через альт сделать глазные впадины глазные впадины делайте там побольше не бойтесь они всегда заполнится глазом и заполнится значит веками так от объем нижняя века в принципе веки уже можно добавлять уже в другой программе допустим the brush здесь вот делаем полностью уши форму экипаж вот этот так следом у него двойной значит переносится вот это и идет обивка вот этой части вот здесь как бы морщина так теперь лоб здесь он слишком полукруглый он должен быть плоский сейчас еще сравнимся с рефом именно фаз вот так вот так дорисуем века верхняя я уже добавлю значит the brush и помягче значит боковые вот эти части которые нужно будет наверное еще чуть-чуть вытянуть да теперь приподнимаем глаза глаза у него вот такая получается болванка немножко придаем форму в объеме челюсти добавляем еще немножко объема массы вот этой вот скулы так ну и в принципе теперь делаем так здесь еще наверно немножко пока то сделаем сейчас сделаем ухо и потом сравнимся с профилем персонажа уже корректировка значит по профилю и все будет так через альт делаем выемку нультяшное делаем ухо чтобы много всяких там деталей не было ухо пухлая мочка прогоняем сразу кант ухо и немножко давайте отрезанного уплотни вот эту часть сделаем как бы мешочек за ухом вот такой вот все это делаем углаживаем все это делаем углаживаем добавляем теперь вверх это фас прогоняемся по носу так подставляем нашего персонажа глаза совпали, рот совпал, ухо совпало, челюсть тоже совпадает. Ну в принципе и что. Уменьшим теперь переносицу. Это кисточка граб, глаза и все остальное уже можно будет корректировать непосредственно значит на персонажа. Губа, боковые вот эти мышцы, выглажка, кисточка флатом, размеры уменьшаем, ставим под бок и прогоняем нижнюю губу. Вот у нас сейчас внешний вид изменился, потому что вот этот появился треугольник угол. Ну ничего, мы его сейчас подправим и немножко лапином подкорректируем верхнюю губу. Губы у него тонкие, здесь у нас значит CTRL-Z, клей ставим на граф и можно маленькую вмятину сделать под носом. Так, теперь немножко подкорректируемся по вот этой детали, по рту. Получается вот эта часть, у него должна быть впалая прям хорошо. Так, сейчас, сейчас нарисую вам где вот эта часть, получается должна уходить чуть-чуть, вот эта часть должна уходить значит под вот эту скулу. Так, и еще что мы имеем? А имеем мы, смотрите, что у него есть еще. Так, ровная значит полоса, отбивка губы. Губа значит у него, в принципе, состыковывается. Я думаю, что она у него как бы квадратная. И вот еле видно вот эту вот мышцу, вот здесь она хорошо видна. Что это такое? Вот эта вот ямка, вот эта вот, да? Так, а это значит получается, когда у нас идет ровная полоса вот эта, вот от носа, отбивочные губы. Здесь, кстати, можно еще схватку сделать, то вот эта вот полоска, вот эта вот шишечка, она складывается от чего? От того, что вот эта мышца уходит вот сюда, а здесь получается вот это вот мешочек за счет того, что здесь вот впадина. И получается как бы вот эта шишечка. Выглядит она приблизительно значит подрезка рта ямку делаем. И от этой ямки здесь вот подходит вот такая шишечка. Вот такая вот мышца получается. А здесь как бы значит впадина, уходящая на скулу. Можно отбить вот такую мышцу полностью. Получается у нас вот такая высота здесь должна быть. Но так как все у него выглажено, то можно приблизительно просто так вот дооформить и минутно сгладить. Так, что еще ему можно добавить? Ему можно добавить вот здесь еще значит вот этот мешочек над губой. И побольше значит от носа вот эта более полукруглая. Так, нос совпадает. Глаза. Корректировка будет. Подбородок. Подбородок можно значит... На какой картинке как? Ну, здесь вроде бы видно, что он квадратный, да? Значит мы здесь вот из этой ямки, вот этой вот части, да? Делаем вызвочку. Вот так. Образовывается у нас как бы здесь углубление. И вот преобразуется, получается у нас вот такой вот персонаж. Но мне кажется, что у него очень маленький нож занимает меньше пространства, чем, допустим, когда мы рисовали в начале на том рефе. Может быть такое получаться, потому что рефы не всегда, значит, которые мы в фильмах рисуем не всегда одинаково. Так, и поднимаем нос повыше. И, значит, нос еще пошире. И тогда, значит, дуги выглаживаем, уводим чуть в глубь. Вот теперь нос у нас занимает большую часть. Так, эта нижняя часть должна быть немножко приподнята. Уши можно тоже немножко приподнять, немножко сделать, может быть, даже чуть-чуть побольше. Так, теперь у него идет толстая шея. И идет, ну, приблизительно здесь, кадык. Так, по лицу. Уход-отвод. Ну, в принципе, все. Получается вот такой вот типаж. Так. Также здесь вот часть ставится верхняя века, ставится глаз, и уже глаза подкорректируются, и можно будет уже подгадывать его точность внешнего вида. Так. Теперь поднимем, значит, рот. Так. Приподнимем скулы. Так. 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 Так, смотрим по губам. Нижняя губа пусть чуть-чуть квадратная будет. Ну, и немножко мышц тут этих кинем, хотя они у него не явно как выражены, но для общего вида, в принципе, будет нормально. Так. Так. Теперь у нас по скули, по челюсти, значит, опуск. Все, шея у него толстая. Получается вот такой типаж. Так. Так. It's full. Продолжение следует... Все, теперь надо зайти в the brush, сделать прическу, вставить глаза, раскрасить все это дело, возможно, сделать отделение челюсти, сделать пустоту, расстояние между губами, чтобы потом вставить рик и, возможно, сделать лицевую анимацию. Модель можно будет вот эту болванку скачать в группе ВК, где я выкладываю все, что делаю, я туда выкладываю, если кому-то нужно, качайте, переделывайте, возможно, кому-то пригодится для каких-то проектов кто-то. Ссылку оставлю в описании. Все, всем пока, до свидания.